В честь дня рождения одного неплохого командного шутера я сделал вот такой вот спиннер в виде ульты подрывника. Не этого подрывника. Первым делом нужно было сделать основу спиннера. Я использовал 5-миллиметровую фанеру из гайда с значками. Далее в двух верхних слоях я сделал отверстие чуть побольше, для того чтобы там были кнопки. Затем я сделал и сами кнопки. После этого необходимо было склеить основу спиннера. Для этого я использовал столярный клей. Пока клей высыхал, я подготовил подшипник. Снял пыльники. Почистил его в уайт спирите. И пролил незаменимой ВДшкой. После этого я сделал основу для кнопок. И приклеил их к подшипнику. Вот как все это должно выглядеть в действии, на этой стадии. С технической частью все. И теперь можно было переходить к декорированию. Как вы наверное уже догадались, я пользовался полимерной глиной. Если что, схема по которой я ориентировался при создании колеса, будет в описании. Первое что нужно было сделать, это выровнять форму. Так как фанерная заготовка была далека от идеала. И когда первый слой глины уже был готов отправиться в духовку, я задумался. А что если фанере поплохе этот такой температуры? И решил все это протестить на маленьком кусочке фанеры и старой пластики. Как итог, мои страхи не оправдались, а материалы чувствовали себя более чем прекрасно. И можно было продолжать работу. Когда глина затвердела, я прошелся по ней наждачной бумагой. Для того, чтобы довести форму до идеала. После этого заготовке необходимо было придать форму колеса. Это не сложно, но нужно, чтобы все было ровно и симметрично. Затем на одной стороне колеса необходимо было выдавить вот такую вот форму. С этим мне помогла обычная рюмка. Со своей работой она справилась как надо. И теперь можно было переходить к шиповке. И если кто-то думает, что это легко, то советую подумать еще раз. Всего должно быть 28 сегментов, и каждый должен быть похож на предыдущий. Мои мысли были примерно такие. Да это будет легко, я справлюсь где-то за час. Как вы могли понять, часа мне не хватило. Вы легко отделались, вас спасла магия монтажа, а меня вот от предыдущего кадра до этого разделяли долгие два дня работы. Медленный, конечно, но кропотливый. Шиповка получилась что надо, даже лучше, чем я ожидал. Оставалось только поработать над ней наждачкой и протестить получившееся колесо в деле. И как это не удивительно, у него есть все свойства колеса. Оно может крутиться и кататься. Вдоволь наигравшись, переходим к следующему этапу. К вот этому металлическому ободу и детали на нем. Делается это не сложно, но важно оставить место для кнопки, чтобы она свободно крутилась. А на детали симметрично расставить углубления. Следующими по списку идут кнопки. Их я делал обе одновременно, но покажу поэтапно каждую, чтобы никто не запутался. Они совсем не сложные, просто на первой много мелких деталей. А с мелкими штучками я люблю ковыряться, поэтому для меня это было в радость. Форму круга на первой кнопке я, конечно, факапнул, но покраска это исправит. По крайней мере, я на это надеюсь. Хотя во второй кнопке формы кругов тоже так себе, но это не важно. Покраска все исправит. А для углублений я, кстати, использовал обратную сторону кисточки. Вот такая вот штука получилась. Я доволен. Как видите, во второй кнопке нет вообще ничего сложного. Это просто набор тонких цилиндров на другом тонком цилиндре. Хотя, с другой стороны, так можно сказать и про первую. Финишной прямой являлись вот эти шипы. С тем, чтобы сделать несколько одинаковых конусов, у меня проблем не возникло. Важно было оставить в каждом по вот такому хвостику из проволоки. С помощью мягкого метра я распределил каждый шип на равном расстоянии и понял, что 8 шипов это мало, и для моего колеса лучше пойдет 10. Я засверлился в колесо и посадил шипы на клей-момент. Это поспособствует тому, чтобы после первого же теста все эти шипы не разлетелись в разные стороны. Затем, под каждым шипом, я сделал своеобразную основу из глины. И на этом с лепкой было покончено, и можно было перейти к моей любимой части, к покраске. Как всегда, первым делом я загрунтовал работу. Для этого я использовал черный грунт, так как в колесе основным цветом является черный. После того, как грунт высох, я начал забивать колесо основными цветами. Первым из них был металлик. Боковые грани шины и верхние части шипов я покрасил в темно-серый, чтобы колесо играло и было более объемным. Основной техникой в покраске колеса является проливка. Так как для того, чтобы колесо выглядело интереснее, его нужно долго и кропотливо марать. Грязь, машинное масло, соляра. Все это нужно было воссоздать на колесе, чтобы оно смотрелось реалистичнее и одновременно интереснее. Высветлив некоторые грани колеса, я взялся за кнопки. Нанеся очередной слой с желтого на первую кнопку, можно приступить к ее детализации. Все по уже известной схеме. Где-то мараем, где-то высветляем, а где-то добавляем металлика и потертости. Также я не забыл про надпись мото и красный стартер. А то как же крысовчик будет запускать свое колесо. С второй кнопкой все гораздо проще. На ней нет никаких мелких деталей, поэтому просто красим по тому же алгоритму, что и предыдущую. И вот у нас получается вот такая интересная кнопка. Также кое-где финальным аккордом я высветлил металл. И в общем-то все, пора переходить к лакировке. Я покрыл части спиннера лаком в два слоя, этого вполне хватило. Я вставил подшипник в основу и приклеил к нему с обеих сторон кнопки. В итоге получился вот такой вот спиннер, с которым можно играться бесконечно долго. Что ж, в этот раз я управился быстрее, чем за месяц. Да и я в какой-то веке доволен результатом. Все ссылки и реквизиты в описании. А под видео будет одна интересная информация. Советую ее прочекать. Ну что же, следующий гайд уже не за горами. Не скучайте. И каждый должен быть похож на предыдущий. Мои мысли были примерно такие. Да это будет легко, я справлюсь где-то за час. Как вы могли понять, часа мне не хватило. Вы легко отделались. Вас спасла магия монтажа. А меня вот от предыдущего кадра до этого разделяли долгие два дня работы. Медленный, конечно, но кропотливый. Шиповка получилась что надо, даже лучше чем я ожидал. Оставалось только поработать над ней наждачкой и протестить получившееся колесо в деле. И как это не удивительно, у него есть все свойства колеса. Оно может крутиться и кататься. Вдоволь наигравшись, переходим к следующему этапу. К вот этому металлическому ободу и детали на нем. Делается это не сложно, но важно оставить место для кнопки, чтобы она свободно крутилась. А на детали симметрично расставить углубления. Следующими по списку идут кнопки. Их я делал обе одновременно, но покажу поэтапно каждую, чтобы никто не запутался. Они совсем не сложные, просто на первой много мелких деталей. А с мелкими штучками я люблю ковыряться, поэтому для меня это было в радость. Форму круга на первой кнопке я, конечно, факапнул. Но покраска это исправит. По крайней мере, я на это надеюсь. Теперь можно было переходить к декорированию. Как вы, наверное, уже догадались, я пользовался полимерной глиной. Если что, схема, по которой я ориентировался при создании колеса, будет в описании. Первое, что нужно было сделать, это выровнять форму. Так как фанерная заготовка была далека от идеала. И когда первый слой глины уже был готов отправиться в духовку, я задумался. А что если фанере поплохе этот такой температуры? И решил все это протестить на маленьком кусочке фанеры и старой пластики. Как итог, мои страхи не оправдались, а материалы чувствовали себя более чем прекрасно. И можно было продолжать работу. Когда глина затвердела, я прошелся по ней наждачной бумагой. Для того, чтобы довести форму до идеала. После этого заготовке необходимо было придать форму колеса. Это не сложно, но нужно, чтобы все было ровно и симметрично. Затем на одной стороне колеса необходимо было выдавить вот такую вот форму. С этим мне помогла обычная рюмка. Со своей работой она справилась как надо. И теперь можно было переходить к шиповке. И если кто-то думает, что это легко, то советую подумать еще раз. Всего должно быть 28 сегмитов. Хотя во второй кнопке формы кругов тоже так себе, но это не важно. Покраска все исправит. А для углублений я, кстати, использовал обратную сторону кисточки. Вот такая вот штука получилась. Я доволен. Как видите, во второй кнопке нет вообще ничего сложного. Это просто набор тонких цилиндров на другом тонком цилиндре. Хотя с другой стороны так можно сказать и про первую. Финишной прямой являлись вот эти шипы. С тем, чтобы сделать несколько одинаковых конусов, у меня проблем не возникло. Важно было оставить в каждом по вот такому хвостику из проволоки. С помощью мягкого метра я распределил каждый шип на равном расстоянии. И понял, что 8 шипов это мало. И для моего колеса лучше пойдет 10. Я засверлился в колесо и посадил шипы на клей момент. Это поспособствует тому, чтобы после первого же теста все эти шипы не разлетелись в разные стороны. Затем под каждым шипом я сделал своеобразную основу из глины. И на этом с лепкой было покончено. И можно было перейти к моей любимой части. К покраске. Как всегда, первым делом я загрунтовал работу. Для этого я использовал черный грунт. Так как в колесе основным цветом является черный. После того, как грунт высох, я начал забивать колесо основными цветами. Первым из них был металлик. Боковые грани шины и верхние части шипов я покрасил в темно-серый. Чтобы колесо играло и было более объемным. Основной техникой в покраске колеса является проливка. Так как для того, чтобы колесо выглядело интереснее, его нужно долго и кропотливо марать. Грязь, машинное масло, соляра. Все это нужно было воссоздать на колесе. Чтобы оно смотрелось реалистичнее и одновременно интереснее. Высветлив некоторые грани колеса, я взялся за кнопки. Нанеся очередной слой с желтого на первую кнопку, можно приступить к ее детализации. Все по уже известной схеме. Где-то мараем, где-то высветляем, а где-то добавляем металлика и потертости. Также я не забыл про надпись мото и красный стартер. А то как же крысавчик будет запускать свое колесо. С второй кнопкой все гораздо проще. На ней нет никаких мелких деталей, поэтому просто... В честь дня рождения одного неплохого командного шутера, я сделал вот такой вот спиннер, в виде ульты подрывника. Не этого подрывника. Первым делом нужно было сделать основу спиннера. Я использовал 5-миллиметровую фанеру из гайда с значками. Далее в двух верхних слоях я сделал отверстие чуть побольше, для того, чтобы там были кнопки. Затем я сделал и сами кнопки. После этого необходимо было склеить основу спиннера. Для этого я использовал столярный клей. Пока клей высыхал, я подготовил подшипник. Снял пыльники. Почистил его в уайт спирите. И пролил незаменимой ВД-шкой. После этого я сделал основу для кнопок. И приклеил их к подшипнику. Вот как все это должно выглядеть в действии, на этой стадии. С технической частью все. И теперь...